Субтитры создавал DimaTorzok Так что быстренько прожимайте кнопку подписаться, так вы поддержите канал, а то количество смотрящих людей без подписки что-то очень высокое. Не обижайте создателей контента. Так как инсайт ушел на трехнедельный отпуск в связи с выходом нового патча, свое повествование мы начнем с прошедшего лайва, который был посвящен созданию планет. Возьмем из него только все самое важное и интересное. Так по словам разработчика, за прошедший год художникам и программистам удалось серьезно упростить работу по пейтингу планет. Для этого новые инструменты стали более компактными и простыми. Работа за прошедший год позволила ускорить процесс примерно в 4-5 раз. Так если ранее художникам необходимо было делать отдельные несколько слоев, чтобы затем соединить их в один, то теперь все делается за один проход. Ну а если необходимо внести изменения в цвет после того, как процесс сборки был завершен, это делается всего лишь за несколько кликов. Помимо этого художникам стало доступно больше элементов поверхностей, органических в первую очередь, что позволяет еще больше внести разнообразие. Далее ЦИК продолжат двигаться к фотогранометрии для поверхности, создавая более детальные элементы. К дорожной карте практически весь патч, включая все версии сотых оригинов, ушел на полировку. Вскоре новые корабли засветятся на ПТУ, как и Mercury Star Runner. Его выход также запланирован на патч 3.11.x. Никаких изменений или удалений не произошло. К слухам, в начале недели сообщество столкнулось с вот этой картинкой. В ней говорится, что якобы Cloud Imperium Games собирается с 15 ноября вводить ограничения на гифт-айтемов с ваших аккаунтов один раз в неделю. Мы решили поинтересоваться, так ли это у службы поддержки. Однако ответ был таков, что в ближайшее время изменений не предвидится, и все нововведения будут оглашены, если и будут, на спектруме за несколько недель до релиза. На вопрос, как бы вы могли прокомментировать слова вашего коллеги, если это вообще их коллега, цикл успешно закрыли наш репорт. Что ж, остается ждать середины ноября, чтобы убедиться воочию. Однако, по нашей информации, некоторые представители серого рынка уже попытались сплавить десятки своих болванок. Второе пришествие слухов заключается в бросе следующего скрина. В нем якобы акционер, который выдонатил более 40 миллионов долларов в 2018 году, заявляет о примерной дате релиза Сквадрона, сокращение сотрудников ЦИК, переход Star Citizen в бету на уровне патча 4.0 и не только. Можете поставить на паузу и сами почитать. Отдельная благодарность тому, кто решил на фоне слухов в потрясающий серый рынок взбудоражить на несколько минут людей. Верите тому или нет, остается выбором каждого, мы же придерживаемся своей точки зрения. Ну и с последним вам, кто еще не успел опробовать новый патч. 3.11 вышел в доступ для первой волны тестировщиков. В нее входят помимо эвакати, консьержи и подписчики. Игроки смогут увидеть новую локацию, измененную работу контрмер, сейвзон. Кстати, кто-то уже успел поныть в спектруме и циквернули сейвзоны практически к изначальному виду, а также многое и многое другое. Также ждем на следующей неделе месячные отчеты по Star Citizen и Сквадрон 42. А пока не скучайте, заходите на наши стримы, смотрите внутрикорпоративные ивенты, один из которых пройдет сегодня в 13.30 по московскому времени. На сегодня это все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное, ставьте палец вверх этому видео, если оно было полезным, и присоединяйтесь к самой большой корпорации в русскоязычном сегменте. Все ссылки в описании. Ну и напоследок, обязательно зайдите и подпишитесь на канал нашего Олежки. Парень делает очень качественные на наш взгляд вещи. Ссылка также под видео. Берегите себя и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok